МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А что так долго искали? Или нашли быстро, не могли приземлиться? Нет. Мы сели туда, где я и рассчитал. Но дело в том, что сели в тайгу, высота деревьев 30-40 метров, и когда развернули радиостанцию, я ключом стал передавать две буквы. ТИТА-ТА, это В, ТИТА-ТА-ТИ, Н, все нормально, все нормально. То нас никто рядом не слышал. Услышали Петропавловск-Камчатский и Бонн, Бохумская обсерватория под Бонном. В этот же вечер на нас вышел самолет Ан-12, но видел парашют на земле, который накрыл тайгу. Но ничего не могли сделать. И на вторые сутки вертолеты с расчетной площадки, где мы должны были сесть, МИ-4, они шли сутки. И у них скорость-то небольшая, 150 километров. Вот они летели с Казахстана на север Урала. Но ведь лететь-то надо, но надо обеспечить место посадки, заправку, договориться. Это же не так все просто. В те времена проще было запустить людей в космос, чем у себя дома на земле, продумать спасательную логистику и быстро прийти на помощь своим питомцам, своим героям. Через сутки к нам прибыли. Один вертолет завис, и в корзинке спустился один из замов главных конструкторов, а другой вертолет в 9 километрах завис, на высоте 5 метров. И ребята выскочили с пилами, с топорами, вырубили это мелколес, и он сел, и они уже на лыжах к нам 9 километров шли. Пришли во второй половине дня. И когда пришли, стало веселее. Принесли с собой что-нибудь для согрева? Нет-то? Ну, наверное, сбрасывали с вертолета коньяк, он разлетелся. У нас была фляга со спиртом 1 литр. Мы пробовали его, но из-за того, что повышенное содержание кислорода в корабле окислительные процессы очень высокие, и ожоги были, мы отдали поисковикам. Все, что жизни своей не жалели. Всех подкупала светлая улыбка Леонова. Космонавты все без исключения были тогда любимцами народа. Но даже на их блистательном фоне Леонов выделялся. Народный космонавт. Он родился в Сибири. Восьмой ребенок в скромной небогатой семье. По сей день сохранил непосредственность, прямоту и ту самую улыбку. Есть ли у вас какие-то наставления нынешнему поколению космонавтов, астронавтов, которые выходят в открытый космос? Обязательно. Я каждый раз рассказываю тонкости профессиональные, как ведет себя корабль. Вот нажал кнопку ориентации, как он сдрогнет, начинает плавно вращаться, следить, и через сколько он должен закончить один канал, второй, третий. И если я уже сказал, там 10 минут осталось до включения двигателя, ориентации нет, гиблое дело. Значит, надо вырубать и готовиться к ручному спуску. Как делать ручной спуск? Как выходить в открытый космос? Но спустя полвека и космос изменился. Новые, непредвиденные опасности ожидают космонавтов. Один из самых больших危険ей в том, что сейчас, что вообще не было большим проблемом для Леонова, сейчас есть много дебри. И это, я имею в виду, маленькие кусочки, старые спaces, ракеты, которые улетают, или сателлиты, которые улетают, даже маленькие кусочки, это отделяются разгонные ступени. Их остатки сгорят в плотных слоях атмосферы. Но все, что потерялось, разрушилось на высоте 200 километров и выше, становится опасным, неуправляемым оружием. Белые кусочки, мы можем видеть с радаром, но маленькие кусочки, мы не можем видеть. Но вы не можете видеть. Это огромное危険е. Это как они двигаются 10 раз быстрее чем наиболее быстрее , чем наиболее быстрее. Даже маленький кусочек, если вы встали в вашем suit, это очень, очень опасно. И, в факт, когда я делал мой первый спACEWALK, мы привезли в, из-за отсутствия, а из-за инструмента. И это было 1-й-другой, thick, solid алюминиум. И там был стеклян, который был вверх, чистый к другому, около 1 миллиметра в диаметре. И мы смотрели на это, и мой спACEWALK партнер сказал, «Вау, если это ударило нас, и он не должен закончить комментарии». Раньше считали, что метеорит массой 2-3 грамма, который может принести увечья человека, разрушить и прошьет его, он может попасть в площадь 2 квадратных метра, которые приравнены к корпусу человека, если его развернуть. Вот это может быть раз в 80 лет, по теории вероятности. Это метеоритная опасность. Но сейчас за эти практически 50 лет возникло очень много мусора. Это третий разгонные ступени, разрушенные, отработанные спутники. Они, конечно, представляют определенную опасность. Очень опасные. Надо знать время выхода. На Земле знают вообще эти опасные точки. two different occasions. I heard the outside of the space station be hit with a piece of debris. And you hear «ding», but fortunately, I never heard «ding», and then «пшшш». Because that is what you worry about. So... In 1975 году составился первый совместный полет американцев и русских. Союз Аполлон. Алексей Архипович вновь стал первопроходцем. Леонид Ильич лично инструктировал командира советского экипажа Леонова. А на Земле шутили, мол, космос — единственное место, где советский гражданин может безнаказанно общаться с американцами. Начало 70-х годов — это пик холодной войны. И столько случаев уберег от того, что какой-то сумасшедший не бросил бомбу на Америку или не бросили бомбу на Москву и не пустили ракету. Случай. И это понимали руководители серьезные, умные. Дело в том, что это не Леонид Ильич сделал. Правда, надо сказать, что Никсон вместе с Флетчером, Флетчер — президент НАСА, они очень хорошо это понимали, и Никсон позвонил не Брежневу, а позвонил Косыгину Алексею Николаевичу. И Флетчер звонил к Елдышу. И разговор-то такой был, куда мы идем? Мы отвечаем за то, что сейчас происходит. И давайте сейчас придумаем программу. Это программа Флетчера была. Давайте пошлем с разных континентов космические корабли, чтобы они нашли друг друга, состыковались, вместе выполняли работу. А самое главное, чтобы с борта этих космических кораблей каждый день длились обращения к людям. Так вот мы нацелены были, что я буду над Америкой поздравлять каждый день, неделю о том, Стаффорд, над Советским Союзом. И вот это время, когда у каждой семьи было бомбоубежище, вдруг такая речь с космосом. Good morning in America, it is me. I am Russian cosmonaut, канал Алексея Леонов, канал of Air Force. Как над ними открыто голос советского космонавта, полковника, летчика, военного летчика. Это было настолько настороженно, неожиданно. Я вел репортаж, обращаясь к каждому человеку. I see yellow bus, I see women, which drive this bus. У них женщины, матери, развозят детей. И они верят в это. К ним по-человечески обращаются. Происходит переворот мозгов, полный. Теперь, значит, Том Стаффорд ведет. Доброе утро, советский народ. Это я, Фома Фомич, генерал Том Стаффорд. Я вас поздравляю с добрым утром. И начинаю... По-русски, да? По-русски говорит, по-русски говорит. Все каждый день включали системы и слушали нас. А еще в пределах прямой видимости телевизионные каналы работали, работали. Настолько страны стали ближе. А еще Леонов успел разыграть американцев. Предложил обмыть встречу. Правда, в тюбиках оказалась не водка, а борщ. Посмеялись вместе. Табачные концерны «Филипп Моррис» и «Ява» быстро оценили маркетинговый потенциал космического сотрудничества. И начали выпускать сигареты. Союз «Аполлон» о ней производится и по сей день. Вся история взаимоотношений американских и советских и русских в космосе удивляет тем, что даже в самые тяжелые времена, в 75-й год, Брежнев на пике своей силы, коммунизм процветает в России, в общем-то холодная война, и американцы с русскими летят. Как это можно объяснить вообще? В начале мы были большой враг. И они увидели, что они были в России, и они были готовы к нам, и готовы к нам, и теперь они были в Тавараши, Добавил субтитры DimaTorzok Участников совместного полета Америка встречала как триумфаторов. Мы приехали туда уже после полета. Так там на фасаде главного корпуса было написано «Together we are better» – «Вместе мы лучше». Вот это был лозунг. Вот что произошло этой экономической дипломатии. Концепция, она умная и дальновидная. А как на личном уровне – находиться в одной кабине, проходить тренировки. Как вот было переступить этот порог? Вы знаете, здесь особенности высоких профессионалов. Профессионал – он профессионал. Он тоньше понимает внутренние отношения и внешние отношения. И у каждого концепция «я бы только дружил». Вот это очень важно, что именно впереди всех политиков бежит вот такая публика, которая больше понимает, что такое отношение между людьми. И они-то устанавливают нормальные отношения между народами. Их больше понимают, чем те, которые… Сейчас он вякает, потому что ему надо получить голоса, а завтра он их получит и будет другое говорить. Мы уже вот так наелись этого. Нам нужно другое. Искренне взаимное доверие, понимание на этом будет строиться. Мы от этого только выиграем. Я где угодно могу сказать, и какой угодно партии. Чем надо заниматься? Профессионалы Алексей Леонов и Том Стаффорд остаются близкими друзьями по сей день. Почти 40 лет. Как на космическом корабле, на Международной космической станции, вы в основном с русскими ребятами говорили по-русски? Немного по-английски и немного по-русски. И это зависит от экипажа. Мой экипаж, когда мы были в России, мы говорили по-русски. И когда мы были в Юстине, в США, потом мы говорили по-английски. Когда я жил в Москве, в Жозном городке, там я знал, как сказать по-русски, терминозной импульс или двигатель и так далее. Я совсем не знал, как сказать блэнкет и пилл. Да, я знал, как сказать двигатель. Но... Есть какой-то сленг, какой-то жаргон общий, которым пользуются международные экипажи. Да, есть немного, например... Ужас. Ужас. Круто, замечательно. И музыка. Это интересно. Когда у меня были две русские космонавты на экипаже. Командир Сергей Волков и борт-инженер Олег Кононенко. И они любят американская музыка. И когда я был в русском сегменте, потом мне кажется, что я был в дискотеке в Нью-Йорке. А какую американскую музыку они любят? Хард-рок. Хард-рок? Да, как метал. Иногда есть проблемы между начальниками и есть вопрос о политике. Потом, да, есть много, кто должен платить и так далее. Но между астронавтами и казунавтами и специалистами нет проблем. Это было замечательно работать с Венестремом. С тех пор продолжаются совместные космические программы. Даже во времена, когда отношения между Россией и Америкой оставляли желать лучшего. Гаррет Рейсман и его коллеги выходят в открытый космос, как на работу, на семь-восемь часов. А после работы на досуге космонавты, как дети. Девочек тянет потанцевать. Мальчишки предпочитают погонять мяч. Вот здесь мы живем на Земле. Мы понимаем пространство. Вот стена, вот стена, пол, потолок. Вот пространство. Вышел на улицу, небо. Стоишь на Земле. Как в космосе воспринимается вот это пространство и время? Это интересный вопрос. Честно говоря, в космосе все равно. Если вы хотите спать, потом на полу это хорошо, на стене, это тоже хорошо. Это все равно. Это психологический вопрос. Когда я спал на полу, мне кажется, это больше удобно. Конечно, разницы нет. Самая интересная разница это способность летать. Мы говорим, что мы летаем, когда мы в space. Но вообще, что это такое, это способность летать. Потому что, когда ты пускаешься от стены, и ты начинаешь двигаться через станцию, то это как ты выглядишь как Супермен. Супермен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мудрый и опытный Алексей Леонов дополняет картину малоизвестными деталями. Честно, чтобы полет в космос не казался увеселительной прогулкой. Вообще на всех действует по-разному невесомость. Как правило, возникает рвота. И если человек после выведения на орбиту начинает активно действовать, то идут самые, что не есть, разнообразные сигналы в мозг. Они идут источником дезинформации, аталитовый аппарат, известковые камушки. И человек не понимает вообще, что происходит. Могут возникнуть обычные явления, связанные с рвотой. Это аналог человека, которого укачали. Моряка, рыбака и алкоголика, который перебрался сильно, его тошнит. Потому что сигналы ему идут совершенно разные. Из-за того, что он идет, качается. Леонов говорит, бога нет, но иногда он может тебя наказать. Гарета Рейсмана богобоязненным не назовешь. Но он в ладах со своим богом. Это он свозил в космос декларацию независимости Израиля и вымпел с гербом государства. Я знал, конечно, что это 60 лет. И я хотел бы говорить что-то об этом. И я послал письмо президенту Паресу. И я прозвиваю 60 лет и так далее. Он сказал, что он получил письмо от, как называется, Queen of England и президент Франции. Но самое интересное письмо – это еврейский астронавт на борте МКС. Еще в 2003 году, после пяти лет подготовки, настала пора отправиться в космос израильтянинам. Им стал Илон Рамон. Это был 28-й полет шаттла «Колумбия». После полного завершения программы в космосе из-за повреждения теплоизоляции уже на спуске шаттл распался на части и сгорел. До Земли оставалось всего 63 километра. До посадки оставалось 16 минут. Я начал тренировать как астронавт на то же время, как Илон Рамон, в 1998 году. Мы были вместе классами. Мы учились, чтобы летать и оборачивать спейс-шаттл. В то же время мы взяли классы вместе. И мы стали друзьями. Он, например, пригласил меня на первый Пасовер, в США, когда он приехал из Израиль. Он пригласил меня в его доме для Седер. И это было прекрасно. Это было когда я впервые встречал его, Рона, и его родители. И тогда, конечно, мы были в Трагедии. И, конечно, это было ужасно. Для всех нас. И в России и также в США. Боих родители, в садении, было огромное. И, конечно, для нас, что мы, если мы не знаем, это было даже ужасно. И от этого дня я смогу узнать Ромону лучше, чем я никогда не знал, Илан. Я сейчас здесь в Израиле для Ламут Конференции, и я очень рада поддерживать это. Но, в самом деле, что я больше рада, это возможность вернуться и увидеть Рона, Ромону и родители снова. Это как моя собственная семья, я чувствую так сильно о них. Это очень эмоционально для меня вернуться здесь в Израиле. Как вы можете поддерживать это? Это хорошая вопрос. Я встретил вчера с министром, и он очень любит увеличить участие израиля в цивиле. И я очень любит помочь, и я надеюсь, что он будет успешен, потому что Израиль имеет много для остальных в мире, в том числе технологии. И некоторые самые лучшие исследователи и инженеры, в частности, в частности, в Израиле. И они могут поддерживать огромное для нашей понимания о космосе. И также, я надеюсь, что один день, мой друг Илан Ромон, не единственный израильный астронат. Я хочу быть вторым, третьим и четвертым израильным астрономатом, и многое больше. Я надеюсь, что это будет скоро, и мы сможем сделать это. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok